Ну и так, в последний раз мы с вами находились на Декеля. Еще раз повторю то, что я уже говорил на прошлой лекции. Декель – это действительно величайший ученый, мозг, который сравнил с мозгом Эристоте. Знание энциклопедичное, в чем в самых разных областях биологии. Но у Декеля был один очень серьезный недостаток. Он пытался... Причем этот недостаток, вот сразу хочу подчеркнуть, что этот недостаток в первую очередь относился к мыслительным процессам, происходившим в голове Декеля. А отнюдь нет его работы руками. Как исследователь Декель был абсолютно без упречи. Вот практически ни одной методической или серьезной логической ошибки во всех проведенных исследованиях найти просто невозможно. Это абсолютно точный результат. Но вот как только Декель начинал что-то обобщать, вот из потрясающего исследователя он превращался в такого, ну если хотите, ученого-схоласта. Да, у него была потрясающая развитая логика. Он пытался все свои обобщения довести действительно до логического совершенства. Логическое совершенство, оно всегда траничивается абсолютно. Вот это... в этом особенность нет. И я уже говорил о том, что и биогенетический закон, и его потрясающие исследования по имбриологии, которые закончились формированием пилори-многоклеточности, это действительно, с одной стороны, очень яркие эпизоды в науке, а с другой стороны, да, ну, сейчас, как вы видите, говорите, не представляется, мы только численности в теле. Но вот есть еще одна область, в которой Декель не просто оказался впереди планеты Хей, но он оказался впереди планеты Хей почти наверх. Вот это очень важное обстоятельство. К День Декеля мы начали возвращаться только в конце 50-х годов прошлого столетия. Да и то не сразу, очень медленно, постепенно. А вот сам Декель предложил свою концепцию не просто системы живого. Вот я еще хочу подчеркнуть, это не просто системы живого. Потому что это система, которая объединяет все живое, находящееся на нашей планете. Он предложил эту свою систему в 1866 году. Вот эта схема, предложенная Декель. Это, пожалуй, более яркое событие в науке, чем формулировка биогенетического закона или создание теории многоточенности. Потому что здесь Декель действительно опередил свою работу. Прежде чем приходить к анализу этой схемы, естественно, я, как всегда, начну с предыстории. С чего начиналась предыстория? Но, как вы помните, она начиналась с Линнея, по сути дела, которая разделила всю живое на два царства. Царство Редну Анималия, Редну Планта. Царство растений, царство животных. Никаких промежуточных форм в качестве самостоятельной ветви и ныне выйдет. Правда, царство животных, он создает особую группу зоопита, я о ней достаточно подробно говорю, куда помещают в честности и простейшие. Сидящие, неподвижные организмы, образующие раковины со скелетом, без скелета. Но животные, которые, с одной стороны, вроде бы и животные, а с другой стороны, они растут, как растения на одном месте. Они полностью лишены дара восстановления. Но туда же он помещает и простейших, которые способны перемещаться в пространство. Вот эту удивительную группу он назвал, присвоил специальное название зоопита. животное растение. Как можно бы определить это название? Но, повторяю, самостоятельный таксон, он их не вызвал. После Линея, естественно, система Линея развивалась достаточно широко но и к началу 18 века, к началу 19 века, она, в общем, уже довольно сильно отличалась непосредственно от Линеевской. И там появились первые попытки выделить не только зоопита. Многие из тех организмов, которые Линея называл зоопитами, они уже однозначно стали настоящими животными. Но вот эти мелкие анималькулы, которые и составляют значительную часть вот этих зоопитов, исследователи попытались определить их статус в некой системе, повторяю, в Линеевской системе животных. И вот в этот момент и начинает появляться самое разное и название, я это специально подчеркиваю, и название, и появляется разное понимание того, что же собой представляют вот эти промежуточные формы. Ну вот первым человеком, который предложил термин, который мы очень широко пользуемся и по сей день, это был Гольфус в 1818 году. Он предложил термин протозора. Ну, термин всем хорошо известный. Правда, Гольфус под простейшими протозорами понимал совсем не то, что понимаем мы. Гольфус понимал непосредственно самих анималькулы, вот этих названий, которые было наследовано еще, по сути, целое от Ленингука. А кроме того, он понимал, включал в состав анимальских губки, которые уж всяко не похожи на настоящих животных. Мышанки. Ну, естественно, в то время и Гольфус, и все его современники далеко не представляли себе реальное положение бриозов в системе животных. Да, до них это были какие-то корковые покрытия, которые обрастают растения. И, наконец, он сюда же относил еще и к недаре. Но тоже не всех. Тоже не всех. А вот кораллы. Вот это все и были протозорами. Простейшие животные. Да, понятно, что работу Гольфуса достаточно быстро забылись. Науто это забывалось очень быстро. А вот термин остался. И он остался до наших дней. Термин протозор мы пользовались фактически до конца 20-го века. И очень активно пользовались. Но вот после Гольфуса появился целый ряд работ, выполненных в самое разное время. Одни работы непосредственно в начале 19-го века, другие где-то в середине. Некоторые уже почти в конечной части 19-го века. Но суть их сводилась одна и та же. И исследователи пытались понять и определить место вот всех этих не очень понятных организмов. Природа которых на самом-то деле была все-таки не очень понятна. Так Фрис в 1821 году предлагает выделить, думайте, самостоятельное царство. Это первая попытка выделить третье царство. До этого никто не покушался на одну царственную систему. А вот Фрис предлагает выделить самостоятельное царство. Ницета и Дэл. И он включает туда примерно те же формулы, что включает и Гольфус. Но, правда, и включается не дали. Вот не дали для Фрисов это были уже живыми. Проходит 40 лет, 1860 год. За 6 лет до появления вот этой схемы. Он выделяет отдельную группу. Он не называет, в отличие от Фриза, царство. Он называет ее просто группой Акрита. И он подчеркивает, что это одноклеточные существа. Вот в этот момент, по сути дела, возникает вот эта классическая формулировка, которую вы наверняка хорошо запомнили со школы. Что простейшее это одноклеточные существа. Вот к этому времени уже понятия клетку существуют. Уже всем известная работа Дюжардана, Демари, Зимальта, те работы, о которых я уже говорил, в которых признавалась одноклеточная природа простейших. И вот он как раз и относит к группу Акрита все одноклеточные существа. По сути дела это то, что мы сейчас сказали, что это младший синоним термина протозол. Хокк в 1860-1861 году выделяет особую группу примедению, куда входят одноклеточные и губки. И, наконец, Вилсон и Кассини в 1864 году обословывают очень большую группу примария, тоже не называя его особым царством, не подчеркивая, кому они ближе к растениям или животным. И в группе примария, а это уже в чистом виде протозоя, в классическом виде, в нашем современном понимании термина протозоя, это одноклеточный организм. То есть примарий он противопоставляет всем многоклеточным организмам. Повторяю, вот это предшественники Гекеля. Действительно очень серьезная работа, но никто из них не пытался, из этих предшественников Гекеля, не пытался выстроить на основе каких-то новых знаний вот это многое видение всей филогенемии живого на нашей планете. А Гекель в 1836 году. Вот как раз и пошел это потрясающее древо. Действительно древо же. Это, пожалуй, первое филогенетическое древо, заинкстрированное в мировой литературе. И Гекель пошел, вот что называется, но он, по сути, делал этой работой, опередил своих предшественников почти на 100 с лишним лет. Он выделил самостоятельных царств. Это была первая формально-маринная антицарственная система после системы Гекеля. Он выделил царство Планда, царство Протиста, и царство Анимария. И еще один очень важный вопрос. Дело в том, что в пределах этих царств Гекель не выделяет одноклеточных и многоклеточных существ. Для него количество клеток это вопрос второстепенности. Нет, то, что Гекель прекрасно знает клетчаную теорию, может и в один не сомневаться. он не просто ее знает. Он всячески ее проповедует. Он пишет об одноклеточных существах, о многоклеточных. Он создает свою гипотезу возникновения многоклеточности, как организмы из одной клетки перешли в многоклеточное состояние. Это действительно такое очень глубокое обобщение. Но верное или неверное, это уже другой вопрос. Но это действительно так. Но при этом в своей системе он практически не учитывает, что же такое одноклеточные и многоклеточные существа. Для него это не признак. Для него важно другое степень интегрированности организма. Насколько он целостен. Насколько он собой реально представляет настоящие организмы. Ну а теперь давайте посмотрим, что же входит в состав этих царств. Царство растения. Ну, оно практически мало чем отличается от старых представлений. Нет, это, конечно, не линейские представления о царстве растений. Тут уже появляются таксоны, которые вполне узнаваемы. Но он сюда относит, естественно, все высшие растения. Большую группу кроматита, брефита. И огромное количество самых разных водорослей. Как одноклеточных и как многоклеточных. Вот, пожалуйста, бурые водоросли. Так и одноклеточных. Скажем, зеленые одноклеточные водоросли. Вот для него, повторяю, этот признак не важен. Он совершенно его игнорирует. Для него важно другое. Насколько они все родственны друг к другу. Вот так появляются действительно серьезные пиогенетические. Вторая обед. Вот эта, она, пожалуй, представляет даже большую тему. Это то, что Гейтель называет протистами. И вот здесь он уйдет вслед за хогом и хризом. Он в группу протистов включает прежде всего большую компанию спонния губки. А Гейтель хорошо знает губки. Он много занимался губками. И губки его привлекали. Собственно, Гейтель восходит идея биокристаллизации. Это фантастическая идея о том, как формируются многовосные спикулы скелета губок. Он их действительно знает. Сюда относят большую группу миксов и цеха. То ли простейшие, то ли многоклеточные. Сюда же относятся различные группы флагелят. Как аутотропные, так и гетеротропные. Для Гейтеля и это не имеет важного значения. Вот, например, геотомовые отрасли. Большая группа флагелят. Их самое главное, самое главное, в состав группы протистов Гейтель включает группу, за которую, правда, тут же и был побит современный гетеротроп. Большую группу Монар. Это 66-й год. Еще хорошо помнят работы Брауна, доказавшие, что клетка это не только оболочка, но это еще и протоплазма, и это еще и ядро. Вот совокупность этих трех компонентов и составляет клетку. И вот Гейтель включает, и понятно, что все работы, в которых клетки описывались без ядер, сразу же подвергались эстратизмам со стороны современников. Неверно это, не может быть. Клетка обязательно должна обладать гетерой. А Гейтель включает состав группы протистов, правда в самом низу большую группу Монеро. Это то, что через 70 лет, без малого, через 70 лет, Шатон назовет бактериями. Прокориозками. Группа без ядерных клеток, не обладающих ядерами. Ну, понятие бактерии уже тогда тоже существовало, но дети им не воспользовались. Вот такова группа протистов бандитиями. И, наконец, последняя группа. Группа Анимария. Как с вами Анимария. Ну, это, в общем, в основном многоклеточные животные. Но только посмотрите, это в том, как качественных мышечных губки. Внизу оказались цилиндерата. Но самое интересное, что в составе многоклеточных вот какой-то совершенно звеный, мячичи, он не знал, того, что знали. Но он помещает удивительную группу инфузой. Но не в Левенгоговском смысле, а уже в современном это целеопора. Это клетки, которые подверглись самой высокой степени комплективизации, которую мы вообще знаем среди эукариотных клеток. Это действительно клетки организма. Повторяю, дети не знают того, что мы знаем сегодня с помощью данных по морфологии инфузорий, полученные с помощью современных методов исследований. Но дети почувствовали, инфузории действительно стоят как особняком это стоят. Это вам не амега, это не жгутиконосцы. Там клетки. А они темно тянут на положение в царстве амега. И дети помещают их. И помещают как ни странно самую высокорганизованную метод своей инфузории. это артикулятор, это членерство, это тип кюре, это кочатые черничные становки. Вот в основании помещают инфузор. Ну понятно, что сейчас это кажется очень наимно. А тогда эта схема вызвала недовольство коллег это очень мягко сказано. На самом деле она действительно многих привела просто в ярость. На гетеля посыпалось такое количество обвинений в ересе, в непонимании биологии. Вообще это трудно себе представить ту граблю, в которой бы дождался гетель в годы опубликования этой схемы. это была действительно настоящая схема. Да, гетель уже по тем временам было ясно, что он допустил некоторые ошибки. Уже в это время было понятно, что миксами цеха это алюба. Это было прекрасно доказано де Бори. И прочих работ де Бори это была действительно действительно работа блистательна. потому как он изучил жизненный цикл миксами цетра забрался и доказал что это какие-то амега какие-то особая группа амега. богу деталя было много понятно что инфуржарий относить к веточке ведущей к членистам животом тоже тогда было невозможно поэтому повторяю в этой стиме было очень много ошибок за которые детям можно и нужно было критиковать но как у нас всегда бывает с водой жалочки у рубаш на берегу идея гекеля была настолько настолько она настолько опережала свое время что в головах обычных ученых даже гекеля даже вот эти умницы братьев гекеля она не могла и они тоже ну правда не так активно ругают гекеля но детских порос издатель повторяю эта схема была предложена в 1866 году думайте 800 не 900 а 866 следующие подобные схемы появятся как раз в 1950 в начале 60-х годов уже 20-го встает он действительно на 100 лет опередил свое время но гекеля начинает улучшать свое жизнь он начинает улучшать эту схему он начинает какие-то в таком переводить из одного царства в другую очень трудно отказаться от этой идеи поэтому он пытается ее максимально усовершенствовать да и там некоторые совершенства будут вполне логичны окончилось тем что в 1902 году пожилой дитя а он умер в 1919 году полностью отказывается от своих полюсарских действий и снова возвращается к это действительно очень серьезное поражение но он больше в общем к этим проблемам не возвращается а очень жалко потому что пожалуй эта схема вот эта схема действительно научно следить деятеля это действительно высшее достижение но параллельно продолжает развиваться совершенствоваться усовершенствоваться линеймская система в это время уже появился появился работ кюре который совершенствовал всю иерархическую схему линеймская 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 семейство род мит потом появляется промежуточный элемент под тип над класс класс под класс над отряд отряд под отряд система усложняется на это уходит достаточно много времени и вот здесь я хочу остановиться только на одном я не собираюсь анализировать систему кюре в той части которая касалась позвоночных животных я уже устал уже повторять эту фразу но вынужден повторять ее снова он полностью повторил то что написал Аристосель ничего она не добавила а в той части которая касалась без позвоночных животных ну он в очередной раз допустил кучу разных ошибок ну ошибок вполне подъявлены курии но вот что главное в системе курии конкретная систематика хотя эта систематика дожила до середины 20 века если вы посмотрите первое издание учебника догеля то там в принципе сохраняется система кюрия так вот повторяю самое главное в этой системе кроме того что он увеличил количество теоретических единиц в системе он дал четкое определение что собой представляет вот определение классов отрядов не так важно а вот что такое кюрия тип это группа организмов характеризующихся единым планом строения вот это очень важно план строения а не внешняя форма внутренний план строения повторяю а не внешняя форма предопределяет отношение того или иного организма к тому или иному телу вот наличие хорды неважно у ланцетника первозародочного человека это как раз наличие хорды определяет наш план строения потом хорда может заменить позвоночник но план строения не останется тем же как бы невелика было невелики были бы различия между ланцетником и всеми находящими всего этого наличие двуслойности и радиальности это план строения определяющий всех кишечных полосок и как бы невелики были различия между песноводной гидро и каким-нибудь восьми лучевым кораллом сложной интегрированностью все равно они обладают единым планом вот так и появляется кстати знаменитый тип артикулятора членистые животные куда Пюрье отнес всех практически всех чинистоногих нынешний тип артракута нынешний таксам артракута и всю группу кольчатых червей он уничтожил старую группу вермеса в которой относились все червеобразные организмы пока я разбил старую группу вермеса на обнесенных к разным типам плоские червя рунглые червя кольчатые червя и кольчатые червя вошли в состав типа артикулятора потому что планы строения наличия сегментированного церкви вот это повторяю очень важное достижение четкое определение и оно сыграет колоссальную роль во всей последующей истории нашей представлении системы живого царства мажор существ ну и так значит повторяю где-то в конце 70-х годов вот это представление и проще вошли в литературу и стали очень широко пользоваться а что же происходило интересующие нас к самого начала начались попытки усовершенствовать вот я начну именно с них усовершенствовать систему линей то что не удалось бить кто начал он потерпел это сокрушительное поражение вот начались попытки тогдашних естеств испытателей усовершенствовать систему линей надо сказать что вот здесь ботаники и зоологи работали ну в общем совершенно независимо друг от друга это действительно была во многом независимая работа и в результате результаты получились совершенно удивительные я пожалуй начну с ботаников потому что с ними все просто люди хорошо устроили что такое царство растения и дальше по сути дела шло совершенствование систему которая была предложена в свое время линей формировались новые таксоны формировались новые группировки таксоны появились вполне обычные и привычные для нас названия ну вот пожалуй такое серьезное усовершенствование этой системы относится 1803 году оно было предложено броньяром броньяр предложил разделение растений на тайнобрачных и как он тогда писал явно врач позднее появилась удивительная система это примерно 60-е годы чуть-чуть позже кетеринской системы система бельтану гукера удивительная работа действительно по-настоящему удивительная работа по тем временам но правда если вы присмотрите системы к этой системе то вы увидите что они используют уже более разветвленное подразделение чем в свое время ряны но в принципе это тоже не система не филактическая система а это классификация другие признаки но здесь уже появляются анатольные грудольные растения уже появляются тайнобрачные и явно брачные да появляется удивительная группа вот я специально хочу обратить к примеру в пределах того чтобы бельтану гукер назывались тайнобрачные растения тайнобрачные и споровые растения удивительная группа седьмой класс слоев цифровых он включает в себя альга в отрасли они исключают все это из высших растений удивительная группа грибы вот она полностью входит в состав растений решайники и наконец растейши простейшие он включает они включают состав растений это одноклеточные фотосинтезирующие организм большей частью бельтану но они не относят их к водорослям водоросль это что-то многоклеточное это действительно простейшее одноклеточное существо вот так пожалуй единственный раз в ботанической системе прозвучало слово простейшее формат ну а следующий этап это уже знаменитая система Пожинского нашего соотечественного он работал на дни период с 895 по 900 год вот это вариант опубликован в 900 году а это фактически та система по которой скажем моё поколение обучалось мне устроить правда конечно здесь растения с современной точки зрения рассматриваются уже значительно шире чем рассматриваются ранее и тем более значительно шире чем рассматриваются и системы ну во-первых сюда попадают все слизевики работа де-бари на которой Гекель-то не обратил внимания забыты напрочь о них вспомнят только в конце 50-х годов 20-го века понятно и соответственно здесь попадают слизевики попадают и огразовые и собственно говоря ниченицы здесь же сюда попадают бактерии монера монера то что Гекель называл монерами да у Гекеля они оказались в царстве протистов здесь они оказались в царстве растений здесь же располагаются практически все грибы большая группа грибов но все остальное это достаточно типичная систематика растений многие основы часть из которой сохранилась и по всему этой книге то есть в растении включили себя все грибов все пульцы но что очень важно вот на это тоже хочу обратить ваше внимание Коржинский практически полностью воспроизвел то что в свое время попытался сделать в его системе практически отсутствует разделение на одно и многоклеточное организм здесь нет понятия одноклеточное и многоклеточное соответственно те же самые водоросли включают и одноклеточное и полицеллюлярное корр грибы это и одноклеточное и полицеллюлярное грибы ну и так далее и так далее система приобретает если хотите некоторую естественность используются другие признаки для разделения четкого разделения на одные многоклеточные родственные связи устанавливаются не вот по этому количественному признаку а на самом деле устанавливаются по другим признакам о каких потом я еще буду говорить специально но вот эта система коршинского повторяю она существовала ну фактически до середины до конца 50-х годов 20-го года а вот что происходит с животным с животным все происходит очень плохо потому что зоологи в отличие от ботаника в твердом слове что простейшие это еще повторяю с середины 18-го века что простейшие устроены построены из одной клетки и вот появляется первая система на самом деле эта система опубликована в 81-м году первая такая система появилась чуть-чуть раньше в конце 70-м года того же вишни система во-первых чип протозов первый раз протозов термин предложенный в 1818-м году используется для названия типа но не так как его использовал в большинстве совсем не так под протозов я вишни понимает одноклеточные организмы и вот тут снова то есть вспомнить и виду тип это группа организмов которые характеризуются единым ванным строением вот это типом а чем характеризуется простейшим по сравнению с остальными планами строения и план строения это одна клетка очень четкое разделение организмы состоящие всего из одной клетки и организмы состоящие из большого количества клеток ну полонки вещей эти многоклеточные должны были бы тоже объединяться в самостоятельном лете но это никто не обратил но повторяю само понятие оттики простейших как-то энергонизм план строения которых определяет одноклеточность да он ни у кого не вызвал с этого и вот с этого момента это действительно вошло вообще что-нибудь учет но правда правда ведь само понятие клетки тогда в 1881 году было принципиально иным чем сегодня не забудьте что не было не только электронной микроскопии просветные сканирующие электронные микроскопии не только в современной конфликании хороших-то микроскопов еще тоже нет ведь эти приборы по сути дела в этот момент еще только создавались Абла и Цейс те микроскопы которыми вот уже действительно в конце 19 века начали активно пользоваться они еще появились только в самых оборудованных самых современных лабораториях на каких лабораториях это были едины поэтому все представления о строении клетки продолжали оставаться где-то на уровне права клетки я специально использую терминтовую не клетка а клетка состоит я уже это сегодня говорил оболочкой какая оболочка что за оболочка оболочка протоплазма вы думаете не цитоплазма а протоплазма и в этом смысле был великий в этом термине был великий смысл протоплазма представляла собой представляла собой ту самую первичную слизь о которой еще Аген писал в начале века и ядра а в ядре какие-то структуры значения которых мы и поникли не могли Митоз вот вы этот момент и начинали описывать я показывал в прошлый раз картинки Митоза в 1895 году но смысла этих процессов не понимал никто ну в протоплазме видели еще какие-то гранулки зернышки но природа этих гранул и зернышек тоже еще оставалось абсолютно не понятно поэтому представление о многообразии клеток простейших то представление которое сложилось уже к середине ну скажем так даже не к середине а в начале второй половины 20 века я буду об этом говорить дальше все эти представления до них все было очень далеко клетка только только начинала клетка как объект неважно клетка простейшего клетка многоклеточного она только начинала исследоваться ну и естественно естественно простейшие которые состоят из одной клетки клетки так клетки могут быть немножко разными и это отражено в системе бирж он использовал ну я бы сказал такой для разделения простейших на группы в основном органоиды движения правда в те времена они назывались органы термин органоид появился много позднее и о шкучке и о вседободе и о мёк так и писали органы движения так вот именно потому что органы движения у них различны он разделил простейших на четыре крупных группы четыре класса простейшие которые передвигаются с помощью псевдоподий это большая группа саркадина простейшие которые передвигаются с помощью жгутиков это большая группа мастигофора жгутиконосца мастигофора да жгутиконосца это калька смысловая калька простейшие которые передвигаются с помощью лисничек. В общем-то, они, конечно, были похожи, ведь это подчеркивает, что они были похожи на настоящие жгутики. Но все-таки это не настоящие жгути, поэтому он выделяет особый групп. И, как видите, он уже отказывается от названия инфузория. Это потом, позднее, оно снова пошло в литературу. Для него они цилиофоры, несущие реснички. Органы движения для ресничек. Ну и, наконец, большая группа чисто паразитических простейших, которые обладают... Все являются паразитами. Которые обладают удивительным способом движения. Они скользят по поверхности субстрата. Скользящие движения. Правда, как оно осуществлялось, и Бьючли, и многим его последователям оставалось непонятным. Только сейчас мы более-менее не разобрались с механизмом связящего движения. Но, тем не менее, Бьючли заведомо обратил намечку приносить внимание. Вот и выйдут четыре больших вопроса. Сюда, как видите, не попали ни губки, ни миксамицета, ни любые формы, которые могут давать хотя бы подобие полицеллюлярных образований. Это действительно одна из лучших организмов. Но это система 1881 года. Должен сказать, что остальные группы, в частности, класса Аккодова, целеопора и спаралити, у исследователей почти не вызывали никаких сомнений, отменяется до середины 20-го лета. Вот когда я сидел на ваших местах, там, в университете, на первом курсе, А Альянский нам так и преподавал. Аккодова и Бьюча с помощью Всезаполтия. Он повторился. Причем, меньший советский русский протезоолог 20-го лета, он пользовался системой Бьючей и системой признаков, которые использовались. Единственная группа, которая вызывала серьезные сомнения, это класс мастигофора. Вот с ними у зоологов это настоящая головная путь. Класс мастигофора. А что такое жгутиконосцы? Одни из них могут вот это сделать. Другие не могут совсем, у них нет соответствующих органов. А третьи могут приходить от аутотрофии и гетеротрофии. И вообще, что это за группа такая? Бьючие этого не делают. Но уже до Фляйна, в начале 19-го лет, до Фляйна и Рейхерн, это крупнейшие протестологи того времени, ученики Бьючей, подразделяют класс мастигофора на две большие группы. Зоомастигина и фитомастигина. И надо сказать, вот этим они просто убивают систему убьющих. По-настоящему убивают. Хотя эта система и продержалась в литературе, повторяю, до конца, до середины, то есть не до конца, до середины 20-го века. Единственное изменение во всей этой системе, пожалуй, заключалось в одном. В 1925 году французский протестолог Шатон разделил все живые существа на три большие группы. Он не покушался на растения и животных. Линеевскую кистяку. Он покушался на другое. Он вынул из настоящих ядерных организмов декилевскую группу Манера. Манера, которую декиль поместил именно в составе протеста. Он разделил, по сути дела, все живое на две большие группы. Про кориоты. Нет, совсем про кориоты. Естественного времена Шатона по-настоящему отсутствовало. Мы не знали об Археях, мы не знали об Археях ничего. Но то, что это что-то совсем другое, чем остальные клеточные существа, Шатон твердо верил. И всех остальных он объединил в группу Элковил. Вот так появились уже не два царского, по сути дела, а две империи. А вот внутри империи Элковилета отчетливо сохранились два царства. Царство, аж понимаю, царство Планта, но без ваты. И, повторяю, эта система, вот, даже не столько система бюджет, сколько система в варианте Антопляина и Рыхинова, она, вот, продержалась несколько десятков лет до конца пятидесятых двадцатого стадия. В некоторых учебниках она между прочим сохраняется и платим. А что же в это время происходило? Я сейчас не буду останавливаться на деталях, потому что меня сейчас не волнуют те мелкие детали исправления этой системы, которые осуществляют все это время. Они не принципиальны, и никакого отношения на самом деле сути создаваемых системами для мобильного. Поэтому я остановлюсь на другом. Началась очередная революция настоящая методическая революция одного. Это появление новых методов, принципиально новых методов. На смену оптике оптической микроскопии создали Аббе и Цейсен приходит электронная микроскопия. Кстати, Аббе предсказал появление электронных микроскопов. Он не создал электронного микроскопа, но он предсказал. Первые электронные микроскопы появились в Германии в конце 20-х, начале 30-х годов. в Германии в Германии в Германии в Германии и срезы. Поэтому электронные микроскопы в основном использовались для изучения кристаллов. Использовались очень широко. и казалось, что биологи до них никогда не смогут дотянуться. Но тем не менее, время шло и уже война еще немножко задержала развитие событий. Ну вот, в течение 40-х, начале 50-х годов появляются принципиально новые методы фиксации. Правда, тогда фиксировали только четырехвохчищи осмы. А появляются новые методы заливки. Правда, тогда заливали в метакрилат. И для исследователей это было не менее опасно, чем взрывно-ядерные бомбы рядом с собой. И тогда же появились первые ультратомы. Приборы, которые позволяли создавать очень тонкие средства. Должен сказать, что первые электронные картинки мое поколение смотрело на них с восторгом. Вот, наверное, также смотрели соратники современники Левенгук, его микроскопы. также смотрели на электронные картинки. На современном уровне они, конечно, никуда не катались. Я уж не говорю о том, что там гембраны и вся эта стоплазма представляла такую крашку, в которой было невозможно что-то различить. Но все равно это было что-то мое, чего мы не видели. Единственное, что тогда сразу же осознание начало возникать, что клетка устроена намного сложнее, чем отказалось поездить атмосфера. Хотя, повторяю, первые результаты были фантастические. Фантастические. Это действительно полностью мысль слова была фантастика. Так же, как и первые электронно-микроскопические исследования, написанные по результатам этих работ, это тоже фантастические если честно говорите, мне напоминает период Жабова. Егорова. Мы старались увидеть в этих картинках то, чего там не было. Но нам казалось, что так и должно быть. Кстати, в этот момент, особенно даже не столько с появлением электронной микроскопии, просветной электронной микроскопии, с появлением сканирующей электронной микроскопии, науку обуял действительно синдром Ливенгука. Это совершенно удивительный исследовательский синдром, который возникает, когда у исследователя появляется новый метод, новая методика. ливенгук старался в свой микроскоп засунуть все, что вокруг него находилось. Это была прядь волос, налет зубов, материалы встречные уши, все, что угодно. Смотреть любые жалоб пчелы, зернышки перца, об этом уже говорил неоднократно. вот когда появилась первая электронная микроскопа, когда появились особенно сканирующие электронные микроскопы, ох, Ливенгук был поражен. Чего только не смотреть. В одной работе можно было найти, как у Ливенгука, для описания жалоб пчелы и движения эритрацитов капилляров, да, вот можно было найти упоминание о том, как устроена пыльца растений и тут же цистый инфузой. Все смешивалось в одном флаконе. Но, повторяю, эта эйфория достаточно быстро прошла, а качество постепенно начало улучшаться, методики совершенствовались, и в результате мы стали получать вполне разумные картинки. Ну, в разгар этих работ приходится как раз на конец 50-х, начало 60-х года. Вот тогда мы стали получать действительно первые серьезные разумительные картинки по строению клеток. как клеток одноклеточных животных, как клеток многоклеточных животных. я не собираюсь опять-таки детально останавливаться, но мне важно подчеркнуть несколько моментов, которые сыграли очень важную роль. первое, удалось выяснить, что традиционные различия, вот это примерно в этот же промежуток времени, что традиционные различия амигоидных организмов, нежбутиконосцев, на самом деле так относительно отличаются. Более того, было описано, исследовано и многократно подтверждено явление трансформации клеток протистов. А что это значит? Это означает, что клетка протистов может переходить из одного состояния в другое, и в состоянии жбутиконосца в состоянии ольдоба. И, соответственно, наоборот, вот это одна и та же клетка, клетки одного и того же на протяжении жизненного цикла под влиянием тех или иных конкретных условий внешних следов, она может принимать ту форму жбутиконосца. И в этот момент она, кстати, это широко распространенный и очень патогенный для человека вид неглерия грубери, вызывающий тяжелое заболевание неглериоз. Вот она может становиться жбутиконосцем. И в этот момент она чаще всего доступна для человека, потому что мы получаем просто толще воды. А потом, когда ей становится хорошо, она превращается в настоящую алюбу. Мы редко там копошимся в лу. Но, тем не менее, они тоже могут нас выражать. Но, повторяю, это нормальный жизненный цикл одного орган. Переход из одного состояния друга. Вот это явление трансформации. Выяснилось, что такие же процессы могут происходить с другими организмами. Они тоже могут становиться вполне нормальными жбутиконосцами. Вполне нормальными амебами. Могут приобретать какие-то подобные формы. вот это явление получило название трансформации. Ну, а как в этом случае проводить четкую границу между двумя таксонами саркадина и мстегафора? А никак. Она исчезает. Практически полностью исчезает. Куда отнести ближайших родственников грибов? Вот окразидов практически всю жизнь представлены именно амебоидные формы, непосредственно представители рода окразидов. Ну, в той же компании есть формы, у которых в жизненном цикле существуют настоящие жбутиконосцы, шизопеременные. вот на двери костюм относится. Куда эти пищи? Грибов лежат путиконосцы. это первая важная особенность. Вторая второй важный момент. Он уже касается не просто общей морфологии клеток. а в этот момент начинается действительно детальное изучение цитоморфологии, в том числе и простейшим. И очень быстро выясняются вещи, то, что сегодня кажется абсолютно нормальным, неестественным, но тогда-то это было полным откровением, что митохондрии у многоклеточных и могут сильно различаться. Появляются группы, у которых митохондрии характеризуются нормальными пластинчатыми пистами. Писты представляют собой плоские гребни внутри митохондрии. Но огромное количество форм имеет еще и трубчатые кресты. Это сейчас мы знаем, что на самом деле есть кроме трубчатых и пластинчатых крестов, есть еще метохондрии, дисковидные кресты. Бывает метохондрии, вообще метохондрии. метохондрии Повторяю, масса всяких вариантов, но тогда, вот как раз на рубеже 50-х, 60-х годов, метохондрии. была ткань. И все кинулись искать какого типа митохондрии тех объектов, с которыми я работаю. Трубчатые или пластинчатые. ПТ. Все остальные детали стали известны позднее. Ну и наконец, пожалуй, самое главное. Это фантастические расхождения наших представлений о строении жгутикового аппарата. Не просто жгутика, как это считается, жгутик тонкий вечеринный вырост, который начинается и закачивается в клетке базальной гранулы. Вот ничего подобного. Это действительно сложный аппарат, включающий как минимум 4, а некоторые исследователи выделяют 5 очень важных структурных деталей. Расхождения то начались в том, что исследователи начали описывать как раз строение жгутикового аппарата, благодаря таки выяснилось, что они жгутики то очень различны у разных профессий. и разных видов. Ну, попутно, правда, выяснилось, что и реснички устроены так же, как жгутик, что это фактически одно и то же. в конечном счете исследователи пришли по более-менее согласованному мнению, да, что жгутик состоит из собственной челюсти, которая выдаётся из клетки, получившей название кундулиподия. Вот у ондулиподии выделяют на самом кончике ещё участок кранена, концевой участок жгута. Это тоже может немножко отличаться. Но не все исследователи принимают по законоделению. Но уж кундулиподию это признают сами кундулиподии всегда располагается аксонема. Терном, кстати, древний, старый, еще уходящий 19-й лет. Старики подозревали, что у мунистов есть какая-то тоненькая нить, упругая нить, которая обеспечивает влияние жгучка. Как это делалось, естественно, никто не знал, как это аксонема устроена, тоже не понимает. Но, повторяю, да, сами сведения об аксонеме подходят еще в концу 19-го лета. Аксонема – осевая нить. В месте перехода андулиподии непосредственно в клетку, там, где андулиподия соединяется с клеткой, располагается особая, так называемая переходная зона. Зона, которая обеспечивает, ну, своего рода, такую буферную систему между клеткой и жгутом. в них, по-видимому, гасят все механические возмущения, которые возникают при работе жгута. И вышло, что эти переходные зоны, на самом деле, устроены очень по-разному. Начитывают пять или шесть типов переходных. в чем это на все многообразие от изученных жгучкановств. Фантастическая молодость. Но, тем не менее, они разнообразны. Дальше располагается генетосома, четвертый, третий элемент генетического аппарата. В переходе переходная зона, генетосома, бывшая базальная гранула. И тоже выяснилась одна, наверное, любопытная вещь. Так же, как аксанема во всех жгутах, так практически генетосомы имеют одинаковое строение. План строения. Детали могут различаться, а план строения всегда одинаковый. Ну и, наконец, последнее. Это мощный корешковый аппарат, который всегда есть. Мы его не всегда видим, но он всегда есть. И вот это, пожалуй, самый разнообразный элемент гутикового аппарата. гутикового аппарата в пределах таксонов достаточно высокого рана, я специально не уточняю раны таксонов, но достаточно высокий рана, ну, где-то класс, тип, по типу. Характер жгутикового аппарата абсолютно постоянен. Вот это многообразие жгутов жгутикового аппарата пожалуй было главной причиной того, что поколебались очень серьезные наши представления о том, что клетки устроены одинаково. Это действительно такое было серьезное предупреждение. откуда это взяло? Ну и понятно, что исследователи того времени, которые только-только это открывали, которые сопоставляли эти разные данные, приходила в голову еще одна очень важная откуда эти различия вариантов? Вы посмотрите, акционема и базальная грану или гнитосом устроены практически одинаково. У всех элкариотных организмов, у бактерий да, совсем другое дело, но это другое дело, и нас с нами не касается. А вот элкариотные они устроены практически одинаково. Кто ясничек нашего с вами вероцательного эпители выставающего дыхательные пути? что элкариот кто яснич кто туфель а в санэм и кем 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 за тут двумя скол откуда взялось разнообразие перехода и он в санэme дыхание больше всего 5 или 6 вариантов перехода ног они конец зарабатываются для токсонов очень высокого раза. Откуда такое многообразие корешкового аппарата? Не означает ли, что эти структуры возникали в процессе эволюции эукариот в разное время, в разный год? Ну, в общем, все эти вещи как раз и привели исследователи в мысль, что строение клетки вообще, и уж тем более клетки простишь, это далеко не означает. Ну, а к этому времени, и опять же, да, на самом деле это событие затрагивает целый большой промежуток времени, но пришло сознание еще, что не только метахомрии с их пластинчатыми, ламилярами, дисковидными и прочими крестами достаточно сильно ловили, но еще один клеточный органоид характеризуется очень высокой степени органоиды. Речь пошла о холлорапорстве. Ну, ладно, давайте на этом закончим. Я уже не хочу начинать сегодняшнюю тему. Спасибо. 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 Тебе нужно угадать в дверь, дождай. Ну ладно, пока же. Как еще раз шаврунов? Сейчас, шаврунов. А как на русский переключить? На русский? Сколько шаврунов? Сколько шаврунов? Сколько шаврунов? Сколько шаврунов? Тебе нужно что именно узнать? Шаврунов находится между... А, слушай, подожди, это же наш... Короче, от Комендантского проспекта ехать до Долгозерной по Комендантскому. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok